Кратко повторим, как решать иррациональные уравнения и неравенства. Или по-другому еще говорят, уравнения и неравенства с квадратными корнями. Ну или просто можно было сказать с радикалами. Начинаем с уравнения. Квадратный корень из некоторой функции f от x равен некоторой функции g от x. После того, как мы потребуем неотрицательность обеих функций, f от x больше либо равно 0, g от x больше либо равно 0, можно будет возвести обе части неравенства в квадрат и мы получим вот это первое наше уравнение. В данной системе отсутствует неотрицательность подкоренного выражения. Но действительно она здесь нам не нужна. То есть это неравенство будет являться лишним. То есть если мы сейчас допишем f от x больше либо равно 0, конечно ошибки не будет. То есть для тех, кто не понимает, можно записывать все. Вот это все целиком. Но дело в том, что из первого нашего условия уже следует автоматически неотрицательность подкоренного выражения вот этой функции f от x. Почему? Потому что из первого условия функция f от x равна квадрату некоторой функции. Квадрат любого числа больше либо равен 0. А значит из первого условия уже следует автоматически, что функция f от x будет неотрицательной. Поэтому дополнительно записывать вот это неравенство нам не нужно. Ну те, кто запишут, оно в принципе пускай остается, не помешает, ничего страшного не будет. Идем дальше. Переходим к неравенствам. Первое неравенство это строгое неравенство, когда корень строго меньше некоторой функции. Вот здесь нужно точно так же, как в первом нашем вот этом вот случае в уравнении, необходимо потребовать неотрицательность обеих функций. Вот она. И затем мы имеем право возвести обе части в квадрат. После возведения в квадрат мы получаем вот такое более простое неравенство. Здесь все правильно и все похоже на решение первого уравнения. С той лишь разницей, что вот это условие дописывать обязательно. А вот здесь можно писать, а можно и не писать. Далее рассмотрим нестрогое неравенство вот такого типа. В данном случае ничего не изменяется. То есть мы требуем неотрицательность обеих наших функций и возводим обе части в квадрат. Получаем равносильную систему. Тут все понятно. Переходим к противоположному неравенству. Если квадратный корень из некоторой функции f от x больше либо равен функции g от x, то может быть два случая. Первый случай. Это аналогично тому, как мы решали вот это наше неравенство. То есть мы требуем неотрицательность обеих функций. И после этого возводим обе части в квадрат. Получаем вот такую систему. Как видите, в этой системе снова отсутствует неотрицательность первой функции. Почему? Потому что вот эта неотрицательность автоматически следует из первого нашего неравенства. Действительно, если функция f от x больше либо равна функции g от x в квадрате, то квадрат любого числа это число неотрицательное. То есть будет больше либо равно нулю. И уже из первого неравенства автоматически следует, что функция f от x больше либо равна нулю. А значит то что отдельно f от x больше либо равно 0 Отдельно это условие в первую систему писать не обязательно Или может быть второй случай Когда правая часть окажется строго отрицательной То есть если правая часть меньше 0 Что в этом случае произойдет? Если правая часть меньше 0 Предположим подставим какое-нибудь число минус 5 Тогда квадратный корень Если он имеет смысл, то есть существует Он всегда больше либо равен 0 Но если слева находится число неотрицательное А справа отрицательное То неотрицательное всегда будет больше либо равно отрицательному Значит вот это неравенство будет выполняться Надо лишь только потребовать чтобы этот корень имел смысл Поэтому мы просто требуем чтобы подкоренное выражение для нашего корня f от x Функция f от x была неотрицательной Вот мы это потребовали И после этого вот это неравенство в случае отрицательности правой части Всегда будет выполняться Поэтому мы просто-напросто записываем вот это наше второе условие То есть если правая часть отрицательна То мы всего лишь требуем чтобы существовал корень А если он существует то он всегда будет больше либо равен вот этого нашего отрицательного числа Идем дальше И у нас еще осталось одно строгое неравенство Если корень квадратный из функции f от x строго больше чем некоторая функция g от x Снова мы требуем неотрицательность обеих функций И возводим обе части в квадрат Получаем первую систему У нас получается после возведения в квадрат вот такое неравенство Из которого следует уже неотрицательность вот этой вот подкоренной функции Ну действительно правая часть g от x в квадрате больше либо равна нулю за счет квадрата А значит из первого нашего неравенства уже следует что f от x строго больше нуля Поэтому дополнительно вот это условие в первую систему писать не нужно Скажем так не обязательно Ну и наконец еще один случай это когда правая часть у нас строго отрицательна То есть если правая часть у нас меньше нуля То аналогично вот этому неравенству мы просто требуем чтобы корень имел смысл А если он имеет смысл существует То он всегда будет больше любого отрицательного числа Таким образом мы получаем вот эту нашу вторую систему Ну а эта скобка означает объединение То есть совокупность решений вот этих двух систем Ну или в этом случае или вот там вверху у нас Таким образом это и есть все что нужно для решения иррациональных неравенств Кому понятно как решать иррациональное уравнение неравенства Не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!